МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2019 году уже буквально менее чем через два месяца состоятся выборы губернатора Мурманской области, а также выборы депутатов, совета депутатов города Мурманска. Итак, я предлагаю вам сегодня обсудить те вопросы, с которыми могут столкнуться наши избиратели при проведении выборов. Ну и как обычно построить нашу беседу следующим образом. Я буду задавать вопросы относительно того, как должен вести себя избиратель в какой-то конкретной ситуации, а вы будете, наверное, отвечать. Если вы не против, конечно, именно в такой форме пообщаться. Ну и для начала первый вопрос, который я хотел задать, это что такое выборы, для чего это сделано? То есть самая основа. Ну, начнем с того, что мы проживаем в государстве. Данное государство предусматривает избирательную систему, иметь представителей, все мы имеем, в избирательные органы, областные, районные, муниципальные и государственные. Поэтому данное право, оно реализуется путем выборов. То есть есть такой способ реализации данного права. То есть и представители идут в те органы путем их избрания. Они не назначаются кем-то. Не назначаются президентом, правительством, органами исполнительной власти. А именно избираются гражданами. То есть это основное конституционное право наших граждан – быть избранными и избирать. То есть это два таких равных права – и быть избранным, и избирать. Поэтому выборы – это как раз реализация данного права. Значимость. Вы сказали, что это одно из основных конституционных прав граждан. Так вот, можно ли как-то еще подчеркнуть значимость этого права? Почему, я думаю, что вы будете рекомендовать, наверное, приходить на выборы граждан? Вот почему вы будете это делать? Почему многие призывают, я имею в виду, из должностных лиц, именно идти на выборы и свою волю каким-то образом высказать? Ну, не каким-то, а конкретно поставить галочку там-то или любой другой какой-то значок напротив той фамилии, за которую голосуешь, или напротив той партии. Почему это важно? Ну, это важно, прежде всего, для того, чтобы впоследствии, значит, это определит вектор развития страны, впоследствии это определит нормотворческую деятельность, определит распределение бюджетных средств. И в данном случае представителей своих необходимо поддерживать. Если вы поддерживаете какую-то партию, какое-то направление, какое-то движение, поэтому, явившись на выборы, выразите тем самым свою поддержку данной партии, данному кандидату, ну, неважно, да, то есть какой, выразите свою гражданскую позицию. Почему? Потому что, как всегда, это ситуация, когда надо сделать, чтобы не жалеть потом о несделанном. Ну, естественно. А я телезрителям напомню, что выборы – это способ полеизъявления человека, каждого гражданина, который наделен правом выбирать и быть избранным. Вот только благодаря этому мы можем каким-то образом повлиять на государственную политику. И при этом мы сами и отвечаем за то, кого мы выбрали. Потому что говорить о том, что, например, не участвовать в выборах, а вот там такой-то политик хороший или плохой, невозможно, если ты сам не принимаешь участие в этом процессе и не заинтересован в том, чтобы в государстве, например, или на уровне органов местного, на уровне муниципального образования было все хорошо. Но если говорить простым языком. Опять же, хотелось бы, Алексей, что добавить? Есть еще такое, да, у нас очень много часто сейчас появляются СМИ в прессе на интернет-ресурсах нарушения, которые встречаются на выборах, так называемые сбросы, приписки, карусели, так называемые. Так вот, приходя на выборы, гражданы своим присутствием, они уже гарантируют невозможность практически проведения таких действий. Это только на пустом избирательном участке можно проводить такие вот некрасивые различные моменты. Ну, такие факты были. Да, они были единичные, но они были. Так вот, именно своим присутствием на избирательных участках, своей явкой, своей подписью в подписном листе, точнее в списках, потом с заполнением листа голосования, вы тем самым, во-первых, реализуете свое конституционное право, во-вторых, вы минимизируете возможность злоупотреблений со стороны членов избирательных комиссий. Потому что это тоже очень важно. Только на пустых, я повторю, участках, такие факты возможны. Когда голосуют граждане, никто. Это неразумно, это глупо, это неестественно, да, нарушать, делать какие-то вбросы, заводить каких-то неизвестных граждан, которые не проживают на данном участке. То есть, именно своей явкой вы гарантируете законность, прозрачность и честность этих выборов. Ну, и своим волеизъявлением. И своим волеизъявлением. Да, почему я хотел вот еще спросить, вот как вы относитесь к Майдану вообще, который был на Украине? Ну, второй вот этот Майдан. Ну, я думаю, что настоящий момент, он показывает о том, что волеизъявление граждан было, оно произошло. Какой результат, да, наступил, это уже вопрос оценочный, да. Кого-то в настоящий момент этот результат устраивает, кого-то не устраивает. Но есть один результат, и я думаю, что он тоже важный. Это сменяемость, понимаете, да, сменяемость власти, сменяемость руководства страны. Это неплохая тенденция, это неплохая тенденция, это определенный толчок развития. Нет, это понятно, вы имеете в виду то, что сейчас произошло на Украине, вот выборы, которые уже состоялись сейчас, да, я так понимаю. Я имею в виду Майдан сам, вот я почему против, я пытаюсь предпоставить. Я вам сразу скажу, почему. Потому что вот Майдан, вот, например, выборы. Вот Майдан, и в России принята точка зрения, что это была попытка, удавшаяся попытка государственного переворота. Причем переворота с использованием насилия. Но есть второй путь, и я почему обращаю внимание, и в этой программе задаю этот вопрос. Второй путь, это выборы, это волеизъявление граждан, когда оно осуществляется непосредственно в рамках действующего законодательства. Когда нет крови, когда нет насилия, когда есть определенная процедура, при соблюдении которой мы получаем максимальную степень гарантии того, что каждый человек, который проголосовал, ну, большинство точнее, большинство людей, оно будет услышано. И органы власти, которые придут на место существующих властей, либо это будут те же самые люди, либо другие, не важно. И эти люди будут пользоваться поддержкой и реально работать, легитимно работать, осуществляя волю, волю избирателей, большинства избирателей. Вот я поэтому спросил, вот смотрите, есть, ну, две модели поведения. Можно вот таким образом, как это произошло на Украине в 14-м, 13-м, 14-м году, начиналось в 13-м году, когда без преемственности, без всего, просто поменяли всю систему власти и сломали, ну, мы видим, что были спады экономического развития, какие-то проблемы возникали внутриполитического характера, но есть и другой путь. И вот именно выборы позволяют цивилизованно, без такого шокового какого-то состояния перейти к управлению государством, к управлению регионом, к управлению муниципалитетом в том виде, в котором хочется граждан. Правильно вот это вот? Нет, я вас не понял, да, вопрос. Нет, здесь, конечно, именно законность, прозрачность выборов, честность, она гарантирует, да, она гарантирует не наступление как раз тех последствий в виде Майдана. Ведь почему он мог наступить? Видимо, граждане были лишены такого права, право честно выбирать, право участвовать в выборах, да, выбирать кого-то и быть избранными. Вот что и привело, да, в той ситуации. В случае проведения прозрачных выборов, честных, когда любой кандидат может зарегистрироваться и быть избранным, представлять интересы какой-то группы лиц, в этом случае, ну, зачем? Какое-то нужно вооруженное противостояние, какое-то там силовое разрешение конфликтов. То есть это само по себе, оно в дальнейшем исключает эти все развития. Валерий, вы обозначили в начале нашей беседы, что это конституционное право граждан. Но если открыть Конституцию Российской Федерации, то там процедура-то, ну, есть, но она в каком-то усеченном виде. То есть невозможно, ну, мне так кажется, невозможно, основываясь только на тех нормах, которые находятся в Конституции, провести надлежащим образом выборы. Потому что это же вопросы и финансирования, и сбора подписей, и так далее, так далее, так далее. Образование участковых и там территориальных избирательных комиссий. Это масса вопросов. Так вот, существует ли регулирование дополнительное еще, кроме Конституции Российской Федерации? Ну, Конституция – это основной общий закон, да. Все остальное, она, как правило, отправляет и направляет нас к каким-то федеральным законам и подзаконным актам. Поэтому в данном случае будем регламентироваться. Вся выборная деятельность с законом о выборах, который как раз вот регламентирует проведение выборов на федеральном уровне. В дальнейшем у нас идут нормативные акты, регламентирующие деятельность на уровне субъектов и муниципальных образований. То есть это все предусмотрено. Это я возвращаюсь к чему? К тому, чтобы граждане, наши телезрители понимали, что вся процедура, она прописана, предусмотрена, есть нормы. И не стоит, наверное, особо верить тем людям, которые говорят, что вот эти выборы, да как они там, не демократичны, не демократичны. И все есть. Просто каждый из нас, каждый из вас может взять, спокойно посмотреть в интернете законодательство, основываясь на Конституции Российской Федерации, и дальше уже в зависимости от того уровня, где проводятся выборы, чтобы знать, как осуществлять свои права. Ну и для начала, просто вот такой, не для начала, а для продолжения разговора, такой маленький момент. Все-таки, кто может выбирать? У нас выборы сейчас, понятно, будут губернаторы, будут выборы депутатов. Кто может их выбирать, этих людей? Ну, любой гражданин России, да, соответственно, имеющий паспорт, ну, по месту прописки, регистрации, по месту нахождения, то есть здесь мы не ограничены, соответственно, достигший 18-летнего возраста. То есть возраста, когда наступает именно вот это право. Я думаю, как всегда, у нас 18-летние в этом году на участках, их будут поздравлять, вручать какие-то, наверное, памятные призы. Но это всегда так происходит. То есть именно, что вот 18-летние, впервые голосующие, это будущие избиратели, будущие граждане. Это уже избиратели? Да, да, это уже избиратели, будущие активные граждане, да. Поэтому... Это для того, чтобы как раз стимулировать наших людей действовать в рамках правового поля, в рамках закона, чтобы каждый мог волеизъявления выразить и мог это сделать с точки зрения закона правильно, исключительно в регулированной процедуре. Хорошо, Валерий, ясно, что такое выборы, ясно, для чего они вообще существуют. Это мы сегодня с вами уже сейчас обсудили. Но есть несколько вопросов, например, касающихся нарушений, которые допускаются при проведении голосования. Вы сейчас говорили о каруселях, еще каких-то вопросах. Вот из ваших слов, я понял, что в принципе вы знаете, какие нарушения могут быть. Ну вот, например, если можно услышать, хотелось бы от вас, какие нарушения могут быть и как реагировать простым избирателям, если их толкают, например, опять же таки, к этим нарушениям. Потому что есть разные моменты. Есть вопрос, вот вы говорили, карусель, да, ну я продолжу перечень, вбросы. Есть вопросы там, касающиеся подкупа избирателей. Так вот, может быть, рассмотрим вот хотя бы несколько вот таких вот вопросов, ну, несколько вот этих позиций здесь, сейчас, в студии. Ну, я думаю, в любом случае, да, мы всегда находимся на позиции, что нужно сообщать. Допустим, что может быть признаком карусели? Ну, признак карусели, да, то есть один и тот же гражданин, да, может проходить несколько раз на один избирательный участок заходить, да, там, потом выходить через минут 10-15, заходить, идти на другой избирательный участок, там получать лист голосования. Вот это такой первый признак, а особенно массовость. То есть, да, это не один гражданин, а их несколько. Как правило, да, там приезжает группа в автобусах, там привозят и начинают по кругу ходить, они брать листы за граждан, которые не явились. Не явились. Для голосования, да, и их голоса забирают вот эти вот несознательные граждане с пониженной социальной активностью. Ответственность. Да, или ответственность. Активность тут как раз-таки налицо, она просто может быть антисоциальная, ну, или в своем роде какая-то социальная. У каждого просто свое, видимо, представление. Ну, ладно, понятно. Ну, это, я так понимаю, тоже можно увидеть, когда ездит там автобус один, другой. То есть, спокойно можно об этом тоже сообщать и куда? Ну, у нас телефоны размещены на избирательных участках. У нас, как правило, телефоны служб выдаются избирателям в ящики кладутся. Ну, это практика уже, да, она работана. Есть сайты у нас, правоохранительные органы у нас, представители всегда дежурят на каждом избирательном участке. У нас там есть телефоны доверия, значит, местных отделов полиции, то есть, пожалуйста. И, как правило, на участках дежурят люди в гражданском. Они, как правило, на выходе стоят и интересуются, были ли какие-то нарушения. Вот уже неоднократно мы таких замечали. Я думаю, что, да, вот, возможно, и эти люди должны слышать о том, какие нарушения происходят. Их, видимо, для этого и поставили. Понятно. Ну, я-то еще дополню от себя, что все-таки в период проведения выборов, непосредственно в день голосования, даже за день до голосования, да даже заранее, когда еще только идет предвыборная кампания, действительно все правоохранительные органы, органы государственной власти, местного самоправления работают в усиленном режиме. И органы прокуратуры, например, постоянно дежурят. То есть, кто-то из сотрудников постоянно находится на своем рабочем месте для того, чтобы принимать обращения граждан и как можно быстрее реагировать. Тем более, что сроки рассмотрения обращения там сокращены. Если это касается, например, обращений, которые поступило непосредственно в день проведения голосования, либо заранее, там буквально за какой-то небольшой промежуток времени, то эти обращения должны быть разрешены незамедлительно фактически. То есть, получается так. Ну и по своей практике мы действительно этим занимались, разрешали, рассматривали как можно быстрее обращения для того, чтобы права граждан не были нарушены. Но это такой был массовый поток такого рода обращений в свое время еще в городе Апатита. Но это было связано с определенными проблемами и регулированием действующих законодательств на тот момент. Сейчас уж такого нет. Ну, хотелось бы указать, что видеофотофиксация таких нарушений, если имеют место, да, факты. То есть, лица, которые это нарушение допускают, какие нарушения допускают, то есть, не запрещено у нас, пожалуйста, у нас у всех сейчас телефоны с оборудованными камерами, фотоаппаратами, пожалуйста, используйте их. Карусель. Хорошо. Давайте возвращаемся к следующему. Какой еще? Вброс? Вброс. Ну, мы в СМИ, да, как бы звучат эти нарушения. У нас, кстати, в регионе, я не знаю, вполне было выявлено. Мне неизвестно. Мне тоже такие факты неизвестны, но вы обозначили просто... Да, да, это вот другие регионы. Что это такое? Ну, когда работники избирательной комиссии самостоятельно заполняют за неявившихся и прям пачками вбрасывают листы в урны для голосования. То есть, если я, например, пришел на избирательный участок и увидел, что какой-то из членов избирательной комиссии вдруг подходит с пачкабелью тени, несет ее под мышкой и бросает в урну для голосования, ящик в этот, то получается, что об этом тоже надо сообщать. Ну, это нарушение. И если это происходит, то, я так понимаю, надо сообщать даже не здесь, не на этом участке, а уже ехать в правоохранительные органы соответствующие и об этом как можно быстрее заявлять. Хорошо. Следующий вопрос подкупа. Ну, вопрос подкупа, он такой, уже, видимо, довольно был распространенный, даже законодатель ответственность ввел для таких несознательных граждан. Вопрос подкупа – это предложение какого-то вознаграждения, может быть, оно материальное, нематериальное, посылов, обещаний за то или иное голосование. Ну, смотрите, тут тоже у меня сразу возникает вопрос, вот что, например, я иду на выборы, ко мне подходит кто-то и говорит, проголосуй за кого-то, и как я тогда должен отреагировать на это? Ну, на самом деле, я вот, у нас, да, в России, вот, в новостях, вот, где-то, вот, не прозвучал, вот, именно подкуп голосов, голосов избирателей. Это, вот, где-то, наверное, в соседних регионах, вот, звучало, что в подъездах прямо собирали граждан и за определенное, там, денежное вознаграждение они должны были проголосовать за определенного кандидата, сфотографировать свой лист и, значит, потом отчитаться и за это платили денег. Ну, с точки зрения избирателя, который получил деньги и фотографировал, он нарушает закон в этом случае? Ну, я считаю, что он нарушает. То есть, он должен подлежать ответственности, правильно? Ну, конечно. Хорошо, а с точки зрения того человека, который это делает, я имею в виду... Ну, а там, я говорю, для него отдельная ответственность выведена в Головном кодексе. То есть, он также подлежит ответственности за совершение такого рода действий? Конечно. Ну, тут что сказать, уважаемые телезрители, ну, ни в коем случае не надо, конечно же, реагировать на такого рода предложения, когда вам говорят, сейчас тут заплатим тебе 500 рублей, но ты проголосуешь и потом представишь фотографию о том, что вот ты проголосовал непосредственно. Ну, за это и ответственность наступает. Ну, и подумать, стоит ли вообще это делать и выбирать непонятно, кого за деньги. Если мы выбираем за деньги, я имею в виду, голосуем за деньги, то тогда, что будет на и того, кого мы выберем? Ну, кто-то должен будет эти деньги каким-то способом вернуть, потраченные? Либо, да, вернуть себе ими. Ну, естественно, такого рода власть, которая приходит на свою позицию с такими противоправными действиями, она не может рассчитывать на нормальную и адекватную поддержку со стороны населения. Ну, и само население должно понимать, что если такие люди пришли к власти, то тогда от них и ждать ничего хорошего не стоит. Ну, и, к сожалению, опять я в это выражение у меня часто очень звучит в программе, но, к сожалению, действительно, во многих регионах мы видим, когда и руководители регионов, субъектов Российской Федерации подвергаются уголовному преследованию за противоправные действия, связанные с хищениями. Ну, и не только руководители регионов, и другие должны с ними длиться. И руководители органов местного самоправления в том числе. Вот. Хорошо. Теперь давайте поговорим о том, к чему это приведет. Вот если выявляется большое количество нарушений в законодательстве о выборах, если есть факты вбросов, ну, массовые какие-то, например, подкупа избирателей, карусели и так далее, это все зафиксировано, установили, факты есть, что будет? Ну, вплоть до отмены результатов. То есть, фактически это может привести к тому, что необходимо будет повторно истратить большие деньги, хочу обратить внимание, большие деньги на организацию этих выборов, на изготовление бюллетеней, на оплату труда работников, которые принимали участие в выборах. То есть, что делать вообще избирателю? Ну, у меня-то один ответ, он уже сформировался. То есть, всегда быть бдительным и всегда реагировать на любые факты нарушений. И, конечно же, я призываю всех при проведении выборов либо у нас вот здесь, 8 сентября, когда будут, либо вообще, когда в каких-либо других выборах, всегда реагировать на это, всегда приходить и свое волеизъявление выражать. Ну, это наше, мне кажется, что это наша обязанность гражданская, это сделать. Потому что хотелось бы видеть, и большинство-то все-таки люди, понимающие, из телезрителей, из жителей Российской Федерации, понимающие, с соответствующим уровнем образования, с жизненным опытом, и понимают, кого надо выбирать. Кто лучше, кто сможет, кто не сможет. Поэтому призываю всех голосовать всегда. Так, ну, Валерий, мы с вами сейчас обсудили вопросы, когда касается вот нарушений, ну, вот Брос, бюллетень, там, это работа, так скажем, с избирателем. То есть, когда берут и используют вот эти бюллетени для каких-то достижений целей. Но, вот, все-таки, давайте вернемся к ответственности. Вот, подкуп избирателя. Какая ответственность? Ну, это, наверное, больше относится к статье воспрепятствования реализации избирательных прав. Это 141-я статья Уголовного кодекса. Ну, конечно, они все, данные составы, не тяжкие, но в любом случае, это уголовная ответственность предусмотрена. Ну, если говорить о воспрепятствованиях, то там могут быть совершенно разные формы. Но есть, да, которые именно вот направлены на воспрепятствование. Ну, то есть, получается так, что и сам даже человек, который приходит на выборы, если совершает какие-то действия, направленные на то, чтобы сорвать вот этот избирательный процесс, то он может быть привлечен к уголовной ответственности, либо это касается только должностных лиц. Нет, это любого лица касается. То есть, кто... Любое лицо, которое воспрепятствует реализации, да, там, прав другого лица, то есть, может быть, привлечен, может быть, формы могут быть разные. Здесь же не важно, в какой форме. Забрал избирательный бюллетень, не знаю, там, порвал, выкинул что-то там. Много различных фактов. Может быть, двери закрыли там избирательные, да, такие были факты там. Когда не пускали. Да, не пускали избирателей там, изнутри закрывали. То есть, и все это, пожалуйста, фиксировать, держу на части, так называемую, да, куспировать, вносить в книгу учета заявления о совершенных преступлениях, или сообщения о совершенных преступлениях, и будет реакция. Мы уже говорили, что на каждом участке держу сотрудник полиции, и такие факты, они, ну, не проходят бесследно. Ну, а для телезрителей я сообщу о том, еще раз повторю, номер статьи, статья 141 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно воспрепятствование реализации избирательных прав, либо деятельности избирательной комиссии. То есть, за это также у нас установлена уголовная ответственность. Ну, ее содержание вы можете видеть на экране. Мы в начале программы говорили об ответственности за определенные действия, которые касаются, вернусь, опять же, касаются избирателей. Но избирательный процесс, это не только избиратели. Избирательный процесс, это в том числе и финансирование, и подготовка бюллетеней, и проведение агитации в период выборов. Так вот, за каждое практически нарушение законодательства о выборах, за каждое предусмотрена как минимум административная ответственность. Вот Валерий правильно сказал, очень много составов административных правонарушений, потому что процедура сама очень сложная. Одно, другое, третье, четвертое, регистрация кандидатов, дальше предвыборная агитация. Представьте только предвыборной агитации, сколько может быть допущено нарушение. Это вплоть до того, когда есть вопросы, связанные с неопубликованием в агитационных материалах, количество, даты и так далее. То есть, если что-то, кто-то из телезрителей знает о безбирательном законодательстве, если видит нарушение, то об этом надо же обязательно сразу сообщать. Конечно, смотреть так, чтобы предвыборная агитация, она все-таки отвечала требованиям законности. Уж каждый может понять из нас, где идет предвыборная агитация, где идет клевета, либо оскорбление. Но с клеветой сложнее, кто разберется, как это должно быть. Но с оскорблением совершенно другое. Когда в агитационном листке в каком-нибудь выброшенном ваш ящик пишется, что оскорбление непосредственно, может быть, даже с нецензурной лексикой, то реагируйте. Реагируйте, потому что только таким путем мы можем прийти к тому, что наше общество станет правовым. Если же не будет права, то тогда мы не сможем просто по-нормальному работать и осуществлять свои права. И основа этих прав все-таки в том, кого мы выбираем и кто будет руководителями на том или ином уровне. Валерий, я даже не знаю, мы, по-моему, обсудили все вопросы такие наиболее острые, наиболее важные, которые затрагивают права граждан и затрагивают именно порядок проведения выборов. Есть у вас что-то дополнить, какое-то пожелание для наших телезрителей в преддверии наших выборов. Выборов, я имею в виду, которые будут с 8 сентября губернатора Мурманской области и депутатов, Совета депутатов города Мурманска. Не берут другие муниципальные образования. Вот то, что нам ближе. Мы отталкиваемся от того, что власть должна быть сменяемой. То есть сменяемость власти подразумевает контроль за властью со стороны граждан, со стороны общественных организаций. Поэтому, если вас не устраивает ваш депутат на вашем избирательном участке, вас не устраивает его деятельность, не устраивает его позиция, может быть, гражданская, может быть, партийная, может, не устраивает какая-то партия, которую мы ранее отдавали предпочтение. Так придите и изберите другую, отдайте свой голос. Я понимаю, что никогда могут не совпадать ваши взгляды со взглядом большинства, но вы реализуете свое право. А если наоборот? Да, возможно, совпадет ваше мнение, совпадет с мнением других граждан. Может, действительно, гражданин, который ранее избирался или ранее не избирался, он не достоин быть. А если он достоин? Тогда изберите его. Тогда тоже надо его? Тогда придите и изберите. Да, да, ну вот поэтому здесь в любом случае нужно идти и голосовать, потому что это единственный способ законно сменить засидевшегося депутата, либо наоборот избрать молодого, перспективного, возможно, который сможет действительно на благо избирателей работать. Понятно. То есть основной призыв это идти и голосовать. Спасибо, Валерий, за подробную информацию. Спасибо, уважаемые телезрители, за то, что были с нами. До встречи в программе «Рамки закона» в следующий вторник.